Что такое эгрегор? Объясню, эгрегор – это одна общая идея, вокруг которой собираются люди и поддерживают её. То есть, например, условно говоря, эгрегора денег, как такового, в моём понимании, не существует. Но существуют идеи богатых людей, которые схожи. И вот вокруг этих идей образовывается, ведь это на тонком плане, что такое идея, это с тонкого плана, мир идей. Много людей, которые верят, точно так же, как и вера, так же, как и любая религия. У каждой религии есть свой эгрегор. Один из более молодых эгрегоров – это как раз-таки христианство. В каждой религии есть свой тоже эгрегор. То есть, это, по сути, одна общая идея, в которую верят очень много людей. И вот этой своей верой они подпитывают это поле. То есть, создаётся некое такое поле вокруг одной общей идеи. И поскольку люди верят, они подпитывают своей верой это поле. И это поле, оно как магнит, по сути, да, оно начинает, оно не уплотняется, но оно собирает вокруг себя, да, людей, которые верят именно в эту идею. В орденах, в разных орденах тоже у них есть свой эгрегор. Поэтому он существует. Верю я ей это, конечно. И, как правило, есть и помощь. Поэтому, кстати, один из вариантов, да, когда правильно проводится крещение, и крестины проводятся, ну, раньше проводились жрецом, это был ритуал, именно мистический ритуал. Тем самым человеку передавались бы идеи именно христианства, именно данного эгрегора. И таким образом вот это вот слово подключается не очень хорошо, но передаётся вера и сила. То есть, как эгрегор подпитывает, даже не он подпитывает, а здесь идёт обмен, да. И это вы ощущаете. Если про это, я ответила. Если нет, вопрос.